Ну что, добрый вечер всем. Рада от имени команды пресс-клуба вас здесь сегодня приветствовать. Пожалуйста, поднимите руки те, кто на этой площадке впервые. Есть такие? Ого! Видимо, все очень любят и путешествовать, поэтому я рада, что это вас не остановило перед путешествием сюда, на эту мансарду. Такое техническое объявление, прежде чем мы начнем. Если в зале есть те, кто не поставил красивый плюсик нам против своей фамилии, то есть не зарегистрировался, приходя, пожалуйста, сделайте это. Это позволит в следующий раз нам правильно рассчитать количество чая, мест и всего остального. Ну и, наверное, будем начинать. У нас сегодня очередная открытая летучка, совместный проект пресс-клуба и 34 Магнет. И в гостях у нас такая интересная, можно сказать, игра слов. 34 Travel – очень молодой, амбициозный проект, интернет-журнал о путешествиях. Я думаю, судя по количеству молодых счастливых лиц, уже очень любимый. Все любят путешествовать и все любят о путешествиях читать и мечтать. Я не буду представить команду, я думаю, что это сделает Антон. Кажется, уже представила наполовину, да? Да, спасибо. И будем еще буквально маленькое объявление, что ребята выступят с презентацией, после чего во второй части нашей летучки у вас будет возможность задавать вопросы. Я буду бегать с микрофоном, чтобы все это осталось нам на память в записи, чтобы все друг друга хорошо слышали. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы через какое-то время. Спасибо, Саша, за такое бодрое, яркое вступление. Ну, во-первых, спасибо пресс-клубу, что позвали. Отдельное спасибо журналу 34 Magnet, что позвали. Было действительно сложно договориться, попасть, но мы прибегли к каким-то подковерным играм. И вот мы здесь, чтобы с вами познакомиться, немножко рассказать вам о том, как устроена работа нашего интернет-журнала для независимых путешественников 34 Travel. Ну, немножко, ну, в первую очередь мы говорим о 34 Travel. Будет немножко информации про 34 Mac, поскольку это родственное. Я достаточно громко говорю, слышно нормально? Просто обычно я говорю очень громко, и мне говорят, тише, микрофон отодвинь от рта и все такое. Я бы хотел представить прекрасных девушек, которые согласились составить мне компанию. Пришлось, да. Настя Ироха, шеф-редактор 34 Travel. В общем-то, человек, на котором держится весь контент журнала. Кассия Сармолот, известная многим как Полосатка. Тебя еще можно же так представлять, ты нормально. Арт-директор. Человек, который отвечает за весь визуал, за всю красоту. В нашем журнале меня зовут Антон Кашликов. Я называю себя главным редактором, потому что очень люблю произносить каждое слово «главный». Ну, вот в этом сочетании слов «главный редактор». Начнем с красивой картиночки. Ну да, то есть у нас формат достаточно свободный, мы постараемся сначала на какие-то такие общие вопросы ответить, потом уже можем переходить к какой-то конкретике от вас. Но опять же, если по ходу возникает желание что-то уточнить, можно не стесняться спрашивать, но главное, чтобы это все не превратилось в балаган. Хотя, с другой стороны, может быть, и пусть превратится, да? Почему нет? Мы веселые ребята. Что еще нужно сказать? Да ничего, давайте рассказывать про нас. Фото сделано Кассей, кажется, которое… И я начну, да? Ну, мы… Не знаю, что в современном понятии «очень молодой журнал». Мы существуем 17 июня 2015 года. Многие белорусские медийные проекты до полуторалетия не дожили. А те, кто дожили, уже вынуждены дальше существовать. Мы о себе заявили изначально как журнал о путешествиях и придумали термин «новую культуру путешествий». Каждый раз, когда уточняют, что вы имеете в виду, мы немножко путаемся. Но если вкратце, это, в общем, история про то, что за последние 10 лет путешествия стали гораздо-гораздо доступнее, и вот, собственно, гораздо больше людей теперь этим пользуются. Ну, я про всякие лоукосты, хостелы, возможности бронировать и так далее. Мы ставили себе, в первую очередь, задачу помогать людям путешествовать по миру, объяснять им, собственно, то, что это просто. И одна из главных наших целей – это как раз создавать вокруг себя комьюнити читателей. Ну и, в общем, мне кажется, что это получается, поскольку вот с самого начала, когда мы заявили о себе и начали работать, стало понятно, что косяки не пройдут. Потому что, если, не дай бог, мы напишем, что существует прямой рейс из Минска в, не знаю, куда-нибудь в Мадрид, то нам через две минуты будет комментарий, что мы полные идиоты, и никакого прямого рейса нет, есть только стыковочный, там через Москву, Аэрофлотом, МАУ через Киев и так далее. Поэтому очень быстро приходится все всегда исправлять. Ну, это такая штука, которую важно для себя сформулировать, если вы решили, что вы будете играть в долгую. Неважно, какая вы компания, но если вы медиакомпания, вы точно должны какие-то для себя сформулировать ценности. Ну, не знаю, всем видно, что написано, или лучше прочитать. Ну, в первую очередь мы хотим добиться того, чтобы нам доверяли, а поэтому нам важно следить за тем, о чем мы рассказываем людям. Мы стремимся делиться с читателями лучшим, и мы всегда стараемся найти какие-то новые фичи, новые темы в сфере путешествий, о которой мы, собственно, пишем. Ну, еще раз немножко пафосных вещей. Нам не нравятся границы визы из... Не надо читать, мне кажется, да, люди и так умеют читать. Да, но главный для меня здесь тезис, что мы стараемся продвигать идеи яркого, активного и свободного образа жизни, потому что 34 Travel, да, это журнал о путешествиях, но не только о них. Об этом, может быть, чуть дальше. Мы на «ты» с читателем, наверное, многие это заметили. Мы стараемся в коммуникации использовать «ты». Вот второй тезис я немножко поясню. Приходится так сидеть в полуборота. Хотя, ну, сам принимал участие в создании, это гениальные презентации. Но, естественно, нифига не помню. Да, заповедник лучшего мира. Я имею в виду то, что в СМИ вынуждены, рассказывая новости, если это какое-то ежедневное обновляемое издание, вынуждены писать много негатива, да, потому что много вещей происходит, ну, скажем так, не очень хороших, которые, если ты постоянно читаешь эти новости, постоянно скроллишь ленту Фейсбука, еще, не дай бог, делаешь это перед сном, потом уснуть не можешь, мы решили, что негатива у нас в журнале не будет. Мы будем стараться рассказывать о тех возможностях, которые дает мир и активная жизненная позиция. Мы в то же время не обезьянка, которая закрыла глаза и не хочет знать, что происходит вокруг, но, скажем, когда случаются какие-то плохие вещи, не знаю, там, теракты, стихийное бедствие или что-то еще, мы скорее делаем какие-то материалы, которые могут помочь нашим читателям, не знаю, перестраивать свои путешествия или как-то там помогают им себя обезопасить в путешествиях. Да, мы можем быть несерьезными, то есть, да, мы можем позволить себе матернуться, но, к сожалению, вот, ну, к счастью, мама моя сегодня пришла в этот зал, поэтому я постараюсь не материться сегодня. Можно, кстати, смеяться иногда, если кажется, что я смешно пошутил, если нет, то, пожалуйста, не смейтесь. Мы быстро растем и активно развиваемся. Мы выросли в три с половиной раза за год. Настя называет это... Эффектом низкой базы. Это значит, что когда вы только начали, несложно вырасти в три с половиной раза, но я думаю, что с этой цифрой стоит все-таки похвалиться. Ну, три с половиной раза – это вот наша аудитория, люди, которые к нам заходят ежедневно, ежемесячно, люди, которые подписываются на нас в соцсетях. Мы инди-проект. Это значит, что, в общем, за нами не стоит какой-нибудь крупный медиахолдинг, какой-нибудь бизнес, какой-нибудь серьезный инвестор. Мы сами по себе этим гордимся. Ну и, собственно, мы можем быть несерьезными, но при этом мы стараемся внимательно относиться к своим обязательствам, если мы их на себя берем, перед рекламодателями, перед партнерами. Ну, то есть вот пример того, что мы сюда пришли. Значит, ну, пресс-клуб позвал, мы пришли вовремя. Ну, получилось, да? Ну, я уже много говорю. Наверное, предложу продолжить Насте. Обожаю это дело. Я могу очень быстро говорить, поэтому, если что, просто покажите мне с первых рядов, типа, стопе-стопе. Вот. Антон тут очень классно говорил, что мы журнал о путешествиях, но на самом деле путешествия — это же не только лоукостеры, не только дешевые гостиницы, которые ты выцепил на Booking.com. Это еще гораздо более широкие темы. Мы тоже стараемся копать во все параллельные поля, которые только можно. Например, мы пишем про урбанизм. То есть мы говорим о том, почему Роттердам — это город будущего, и почему так круто туда съездить, и что нужно там подсмотреть, чтобы, возможно, потом сделать в Минске. Мы говорим про экологию, то есть какие крутые экологические инициативы меняют города. Мы говорим про активистов, то есть людей, которые тоже меняют свои города потихонечку, которые открывают какие-то классные заведения, какие-то места силы. Про то, как, например, сквот в Киеве может работать целых 10 лет и занимать первые строчки в TripAdvisor в разделе «Кофейня», хотя это просто сквот, то есть это самозахваченное здание. Мы говорим про технологии. Например, недавно писали про Илона Маска, не побоясь даже. Говорим про какой-то активный отдых, современное искусство, городскую культуру. То есть стараемся охватывать какие-то максимально широкие параллельные вселенные, потому что нам самим это, черт возьми, очень интересно. О, цифры, мое любимое. Антон говорил, что мы выросли 3,5 раза. Да, действительно так. 165 тысяч – это самые свежие данные. Вот за этот год у нас был… ой, за этот месяц было визитов. Еще январь не закончился, поэтому, пожалуйста, зайдите на сайт и еще пару визитов сделайте. Да, или хотя бы пару лайков в Фейсбуке. Ситидок сидит в первом ряду и хихикает, наверное, на эти цифры глядя. Мы лайкали. Спасибо, ребята. С августа у нас ежемесячный прирост 15-20%, то есть довольно большой. 326 тысяч просмотров тоже в этом месяце у нас было. И среднее время, которое читатель проводит на сайте, это 2,5 минуты. Ну и, конечно, очень важно отметить, что первые 9 дней января мы не обновлялись, потому что были в отпуске все редакции, мы можем себе такое позволить, мы же инди-проект. Инди-проект, да. Поэтому, если бы не это, конечно, цифры были гораздо более внушительными. О, еще цифры. Откуда больше всего приходят людей? На первом месте почти половина это… А это вообще интересно? Приятно. Это социальные сети, то есть 46%, и главная наша социальная сеть, это почти 70% — это Facebook. Потом идет ВКонтакте, Твиттер и чуть-чуть Инстаграма, потому что мы все знаем, что Инстаграм — это не для того, чтобы переходить на сайт, а для красивых картинок. Одноклассников нет, но Антон очень хочет завести. Я намерен в этом году, чтобы одноклассники появились у нас. Да, это план на 17-й год, здесь все одноклассники. Прямые заходы у нас четверть составляют, 14% из поисковиков приходят, там Google тоже лидирует, внутренние переходы 11%, и еще 4% — это ссылки на сайтах, то есть это какие-то сторонние ресурсы, которые на нас ссылаются. Например, сегодня на нас сослалось информационное агентство Таджикистана, потому что был какой-то у нас рейтинг о том, что Душанбе входит в топ самых незаполненных туристами городов, и они почему-то посчитали, что это круто и гордо, и перепостили себе на главную с большой картинкой. Было очень смешно. Это как белта такая, только в Таджикистане, то есть есть чем гордиться. Так, 35 тысяч подписчиков во всех социальных сетях вместе, и тоже на 10-15% каждый месяц радостно наблюдаем рост. И вот он, какой наш читатель. Наверное, можете обернуться, посмотреть на людей, которые сидят вокруг вас. Я думаю, что большинство людей вот сюда попадает, да? Кто 18-24? Пожалуйста, если можно руки поднять. Ну, больше, чем 17%. Поэтому, пожалуйста, распространяйте информацию в нашем сайте, в ваших сетях и суполках. Да. Значит, в основном это состоятельные минчане и больше мужчины. 40% посетителей имеют доход выше среднего, и в основном они все живут в Минске, но важно отметить, что только 55% людей у нас из Беларуси. То есть, поэтому даже, когда есть рейтинги всяких белорусских Facebook-страниц, мы никогда туда не попадаем, хотя у нас хорошие показатели, потому что у нас меньше, чем половина людей в соцсетях из Беларуси. Ну, а на сайте это где-то поровну. То есть Беларусь и не Беларусь. 17% — это Украина, причем это Киев в основном, и 13% — это Россия. Так, ну и, конечно же, если смотреть про девайсы, с которых сидят, то это десктопы. То есть явно, что люди сидят на работе и посматривают тревел, мечтают о путешествиях. Ну, да, мне, например… Ну, на самом деле, это прикольно, когда ты занимаешься сайтом, позалипать на цифры, потому что не факт, что ты какие-то прям всегда сделаешь выводы, но это так увлекательно, на самом деле, сравнивая с предыдущим периодом прошлого года и так далее. Ну, мне, например, интересно, что людей в возрасте 45 лет плюс у нас больше, чем людей 35-44, хотя, казалось бы, 35-44 — это такой достаточно активный возраст, которые там могут себе позволить путешествовать и так далее. Наверное. Вот. Ну и круто, да, вот Украина естественным образом, то есть мы сознательно никаким образом не делали ставку на то, чтобы у нас росла украинская аудитория. Она растет, я думаю, потому что в Украине очень много клевых, активных ребят и… И мало клевых сайтов про путешествия. И мало клевых сайтов про путешествия, да. Вот поэтому в этом году мы тоже хотим больше внимания уделять нашим украинским друзьям и читателям. Ну, про это мы вам, наверное, попозже еще расскажем. Когда будем говорить про планы. Опа. Вот такая инфографика. Мы очень долго рисовали. Да, я могу пару слов сказать. Да, собственно, это была моя идея, потому что всегда хочется выглядеть солидней, особенно когда на публике рассказываешь о своей деятельности. Поэтому мы, условно говоря, разделили работу нашей команды на три отдела. Ну, на самом деле, это все имеет смысл. То есть редакция – это вот та часть нашей команды, которая занимается непосредственно контентом, новостями, материалами и так далее. Немножко отдельно мы относим дизайн и программинг. Ну, программинга здесь нету. Ребята из Гродно. Если кто-то есть из Гродно, привет, Гродинском. Классные у вас чуваки-программисты. Ну, и отдельно мы стараемся создавать такую мобильную команду в нашем журнале, пока состоящий из одного, но очень классного человека. Таня, ты где? Таня, да. Вот если кто-то хочет рекламу у нас вдруг или спецпроект какой-нибудь сделать, вот, пожалуйста, к Тане. Я попросил ее даже специально взять 5-6 визиток. Да, но смысл в том, что если вы заметите, эти стрелочки маленькие, но как бы обозначают то, что все это взаимодействует, потому что, конечно, команда небольшая и приходится действовать четко, слаженно, иногда меняться ролями и, в общем, друг другу помогать. Поэтому переходим к следующему сайту и рассказываем про что. А вот, Настя. Да, могу рассказать про содержание. То есть, если читали круто, не читали, вот, послушайте. А может, вопрос зададим. Есть те, кто вообще особо нас не знает, к нам не заходил ни разу на сайт или там пару раз заходил и случайно сюда попал. Смелей. Класс. Класс. Один человек. Мы какой-нибудь приз вам придумаем, наверное. Подойдите, пожалуйста, к нам. Мы вас обнимем. Ну, приятно. А есть те, кто воздержался? Знаете, там. У нас три больших блока. О, четыре оказалось в презентации. Я думала, три. Ну, ладно. Значит, большие гайды по городам. Это, наверное, наша визитная карточка, то, про что знают больше всего. Потому что, когда я говорю, что я работаю в 34 трех, говорят, ребята, это те самые ребята с гайдами. Был в Киеве, да-да-да, читал ваш гайд. И так сразу немножко боязно становится. Надо обновить, говорят. Уже был в классном месте. Там закрылась, там коктейль уже не 70 гривен, а 75. Ты думаешь, господи. Значит, большие гайды по городам мира, да. Как вы думаете, какой гайд у нас самый читаемый был за прошлый год? Есть варианты Вильнюс, Минск, Киев. Да, правильно, это был Киев. Там, по-моему, 80 с чем-то тысяч просмотров у него было. На втором месте Минск, потом Вильнюс. Еще где-то там в топе затесалась английская версия гайды по Минску. И, кажется, Тбилиси еще. Львов и Тбилиси, да. Львов и Тбилиси, да. Новости индустрии путешествий. Это то, на что мы стараемся делать упор в последнее время. Потому что действительно заметили, что очень мало какие ресурсы качественно и быстро подают информацию про путешествия. Причем не только про какие-то акции, но и новые приложения, которые выходят, визовые вопросы. Например, как сегодня оказалось, что у нас уже есть изменения, скажем так, в продлении виз в США. И никто вообще про это не написал. Кроме нас, конечно. Новые маршруты, рейтинги городов, технологии. Ну и какой-то веселый фан, который Медуза называет Шапито. Например, как какой-то шейх, который выкопил половину своего самолета, чтобы везти ястребов. И там, значит, фоточки. У нас будет скоро такая новость. Лайфстайл материалы для путешественников. То есть это какой-то личный опыт, фотоотчеты, плейлисты. То есть если вы, например, собираетесь ехать в Румынию на телеге, то у нас есть плейлист для этого, как сделать это максимально весело. И с ветерком какие-то подборки, топы, репортажи. То есть стараемся максимально свой контент разнообразить тоже. И спецпроекты рекламные, но про это мы расскажем попозже чуть подробнее. Ну да, я бы здесь сделал важную ремарку. По наблюдениям, отчасти подкрепленным моей привычкой лазить в наших метриках, то есть примерно вот первые три позиции, потому что спецпроекты мы так отдельно рассматриваем, они дают примерно по третьей посещении. То есть нам и новости, и гайды, и все остальные материалы приносят примерно поровну. Это забавно. Гайды, собственно, это тоже такая отдельная большая работа. Мы делаем один гайд в неделю. Потому что если здесь есть люди, которые работают в такой сложной программе, как Microsoft Word, и умеют подсчитывать в ней знаки, знают, что, наверное, 50 тысяч знаков, 60 тысяч знаков у нас. Вот такие гайды по размеру. Это довольно много. Это там, не знаю, 5-6 больших статей в интернете. Что, кликнуть дальше? А теперь мы плавненько переходим к дизайну. Сейчас с удовольствием предоставлю слово Касе. Но сначала скажу, что вот так выглядит наш новый дизайн. Мы обновились 11 января. Мы выкатили с любовью новую версию нашего дизайна. А вот Кася расскажет, зачем мы все это творим. Кася, вот и кликер тебе тоже. Всем привет. Я Кася. Я буду немножко такая медленная, потому что только что из аэропорта, на самом деле. Яркий пример тревела, когда у нас все редакции иногда куда-нибудь уезжают. Все редакции. Ну, то есть все в разные города. И потом мы не можем сконтактироваться. Переписываемся в мессенджерах. Значит, дизайн. Вот коллеги надо мной постоянно смеются, потому что говорят, что я уже скоро кафедру дизайна открою. Потому что у нас, на самом деле, это направление мы постоянно усиляем. И дизайнеров у нас все прибывает и прибывает. И у нас вообще такая позиция, что дизайн — это одна из наших основных фишек. То есть поскольку мы ориентируемся на молодую аудиторию, достаточно продвинутая, тут уже как бы ей важно смотреть на качественные, интересные, классные. Ну, и самим хочется соответствовать. Собственно, визуальный образ — это 90% вообще успеха первого впечатления. Потому что это может быть, если в соцсетях вы видите, скорее всего, картиночку и какой-то заголовок. Ну, вот как бы 90% смотрите на картиночку и получаете информацию из нее. И из заголовка где-то там процентов 10 вас может зацепить. Тут я всплакнула. Но потом человек открывает статью, и там уже Настя. Поэтому для нас это такой очень важный фильтр аудитории. Вот вы можете видеть две картинки. Ну, то есть это две картинки, которые мы используем из нашего промо. И это достаточно нетипично для тревел-ресурсов, тревел-порталов. Потому что здесь много такого грязненького, много людей, много жизни. И мы стараемся делать про это, писать про это и соответствовать. То есть мы пытаемся быть своими. То есть представьте, что вы друзьям рассказываете про путешествия. Ну, конечно, вы любите своих друзей. Постоянно стараетесь быть лучшей версией себя при друзьях. Поэтому нужно постоянно задавать планку, но в то же время не забывать, кто ты. Но у нас есть несколько но. То есть мы не огромный журнал, который выходит раз в месяц. Представляете? Поэтому нам нужно работать быстро, оперативно. И это тоже накладывает свой отпечаток. Ну, и мы постоянно должны отдавать себе отчет в том, что читатели будут видеть многое нашими глазами. Соответственно, мы очень серьезно подходим к выбору и созданию визуала. Извините, если меня не слышат. Всем слышно было, что я говорю? Да. Собственно, как устроена наша дизайн-команда? Это арт-директор, который занимается вообще всем визуалом, всеми направлениями. У нас есть один постоянный дизайнер на 3.4 Mac, один постоянный дизайнер на 3.4 Travel, еще один постоянный дизайнер на подхвате. Он будет работать с одним и со вторым ресурсом. Вот сейчас еще к нам пришел стажер. Поэтому представьте, сколько у нас сейчас дизайнеров. Еще два вопроса. Да. Вот, ну то есть понятно, что все работают не полный день, но за счет вот этого разнообразия взглядов, мне кажется, получается достаточно интересно. Вот скриншот — это первый день работы нашего сайта после редизайна. Сейчас, я надеюсь, вы помните, как он выглядел до, то есть предыдущая версия. Если не помните, то очень хорошо, потому что позиция в том, чтобы все-таки не делать кардинальных редизайнов постоянно, а не изменять себе, а просто двигаться целенаправленно дальше, улучшать и улучшать версии, которые у нас уже есть. Вот, но все равно как бы я всегда стою за то, чтобы где-то раз в год-полтора обновляться, но при этом сохранять достаточно четкую структуру. То есть это очень важно, потому что потом просто запутаетесь сами. Ну, то есть мы гордимся нашей админкой, потому что мы можем достаточно много всего делать, то есть без привлечения всяких сторонних ресурсов типа Tilda, ReadyMaga, то есть мы можем очень много верстать сами. Tilda, ну, все впереди. Вот, и мы стараемся, чтобы наш визуальный стиль был достаточно узнаваем, то есть стиль, шрифты, картинки, то есть все уже сразу говорят, ага, это в вашем стиле, ну, все понятно. Что значит с точки зрения визуала? А здесь есть вообще дизайнеры или кто-то, кто занимается дизайном, кому-то вообще интересно? Ага, ну, понятно. Круто. Если бы ты визуал, это уже на платном. Вот, ну, то есть мы стараемся использовать узнаваемые для нас шрифты, да, ассоциируются с какими-то уже из них. Мы еще как-то делаем, делали дизайн-воркшопы, ну, то есть мы делаем их с периодичностью раз в несколько месяцев, вот, и почему-то у наших дизайнеров всегда определение такое острый и контрастный почему-то вот стиль. Они характеризуют 34 как. И, ну, конечно, огромная, огромная, как бы, доля времени вызывает подбор визуала. Мы очень много фотографий используем своих, потому что, как оказывается, фотобанки — это, ну, то есть там слишком банальные вещи, да, слишком неинтересно поданные, либо слишком-таки отполированная, да, постановочная фотосессия — это вот как раз не про нас. Мы все-таки стараемся вырывать картинки из жизни, поэтому приходится иметь огромную базу фотографий под это все дело. Вот. И, ну, кстати, скриншот, который вы сейчас видите, это тайный скриншот, еще очень многие, даже наши дизайнеры его не видели, это наш новый проект «Go to Belarus». Думаю, Антон вам расскажет чуть-чуть попозже, да. Чуть-чуть. Нужно постоянно отвечать себе на вопрос, о чем мы пишем. Старая шутка всегда работает. Что для нас то, о чем мы пишем, и постоянно действовать в этом направлении, да. И очень важно постоянно вдохновляться всем вокруг, даже когда это не особо-то вдохновляет, ну, то есть находить вот эти точки, да, вдохновение даже, когда это сложно, потому что, ну, вот как раз от нас и дизайнеров очень сильно зависит то, каким потом люди видят мир, вот, ну, видят, да. Это очень накладывает большую ответственность. Наверное, все, что я хотела рассказать. Давайте. Спасибо. Очень много я сам узнал нового. Мы-то думаем, что это типа там… Ну, у нас есть такая шутка иногда, когда очень долго делается какой-то материал, мы говорим, ну, слушай, давай уже хуяк и в продакшн. Мама, извини, пожалуйста, все-таки. Вот. Но, да, Кассия – это человек, который останавливает нас всегда, пока каждая фоточка не вылезана, мы не публикуемся. Переходим к рекламе. Третья часть. Помните инфографику, да, там, редакция, реклама. Вот мы идем постепенно, рассказывая обо всем по порядку. Да, собственно, мы занимаемся и зарабатываем спецпроектами, то, что называется нативной рекламой. И вот мы как-то сформулировали этот незамысловатый тезис, как мы понимаем нативную рекламу. Эти материалы могли бы логично смотреться на нашем сайте без рекламодателя, а с рекламным партнером они выглядят еще лучше. Не знаю, стоит ли здесь что-то разжегать или нет. Вот просто несколько проектов. Я не думаю, что стоит очень подробно на этом останавливаться. Это мы делали такую большую-большую рубрику прошлым летом с МТ-банком про активное путешествие. Вот это классный материал. Я сам им пользуюсь, когда посмотрю, куда бы поехать в этом году. В арт-календарь 2017-го мы собрали 58, кажется, выставок, биеннале и каких-то арт-событий этого года. И сделали их в такой большой интерактивный календарь. То есть ты можешь заходить, выбирать по стране, куда ты едешь, или по дате, или по стилю, который тебе ближе. И, собственно, программа тебе подберет подходящие выставки в области современного искусства в Европе. Да, вот Абсолют поддержал этот проект. Абсолют — это бренд, который, собственно, топит за современное искусство. Сикстом — это мировая компания, занимающаяся прокатом машин с их белорусским представительством. Мы делаем серию материалов, которая, в общем-то, объясняет, что путешествовать на машине в аренду, в общем, несложно, недорого, и стоит этим заниматься. Часто это помогает даже сэкономить деньги. Один из последних гайдов, который мы сделали в партнерстве с Ararat, гайд по естественной Ривану. Ну, это достаточно частый формат, потому что многие бренды ассоциируют себя с каким-то городом или с какой-то страной. Поэтому вот несложно догадаться. Гайд по Тбилиси мы делали с Боржоми, гайд по Минску. А, по Гаване, по Гаване. Гайд по Дублину и по Гаване. Да, Гаваноклаб и Джеймсон. В общем, схема работает, ребята. Золотая жила. Уникальное торговое предложение, если в вашем проекте есть, а у конкурентов нету, в общем, копайте. Вот. И такая картинка мы вставляем. Здесь, наверное, не все, да? Здесь какая-то небольшая часть рекламодателей, с которыми мы работаем. Вот, собственно, как это все... Рано. Как это все происходит, если в двух словах, то мы придумываем какие-то идеи и идем с этими идеями к рекламодателям. Сейчас уже, к счастью, все чаще рекламодатели приходят и говорят, давайте, вот мы видели у вас классный проект, давайте что-нибудь вместе сделаем, вот что-нибудь придумаем. На самом деле это сложная история, потому что очень много на это тратится сил, энергии, все редакции что-то придумывается. Мы, правда, очень хотим делать самые, простите, коллеги, самые крутые проекты в нативной рекламе. Ну, как бы вот в этом направлении работаем. Хватит пафоса, идем дальше. Про планы на следующий год поговорим. Вот, мы, собственно, мы для себя решили, что не будем... Ну, раньше было какое-то ощущение, что пока ты полностью не переизобрел заново сайт, нельзя выкатывать там новый дизайн, нужно вот уже полностью все сделать, и потом бах, у тебя все летает, все отработано. Ну, мы решили, что так не бывает, к сожалению, ну, из своего опыта. Поэтому мы новинки наши все вводим, новые фичи постепенно. У нас есть некий план развития. Я не все, конечно, детали буду раскрывать, потому что сами мы еще половину не придумали того, что хотим сделать. Вот, ну, а что мы уже сделали? Мы в прошлом году перешли на домен.me, 34 travel.me. Ну, то есть, если вы зайдете на бай, ничего страшного, вас перекинет бумерангом. Не, бумерангом — это когда обратно, да? Перекинет на ми. Мы переделали дизайн. И вот следующим этапом, я надеюсь, уже скоро запустим геотаргетинг, это, поясню, что это такое. Это вот знаете, как в The Village, например, сайт один, а ты заходишь и сверху выбираешь, там, Москва или Питер, да? И у тебя подтягиваются немножко другие новости. Ну, часть материалов та же, а часть другая. Мы подумали, что все-таки у нас довольно много, как минимум, новостей, которые интересны только, там, скажем, только белорусской аудитории или там только украинской. Поэтому мы решили сделать такую штуку, что человек, если он из Украины или из Беларуси, он может выбрать, собственно, что он хочет читать, да? Потому что, может быть, украинцам неинтересно читать про то, что у нас какое-нибудь там посольство Испании закрывается, да? Зачем им это знать? Посмотрим, что из этого получится. Мы хотим сделать в этом году как минимум два больших спецпроекта о Беларуси. И мы это придумали еще до того, как вот эта вся прекрасная история с отменой виз случилась. Это, кстати, очень круто. Правда, немножко поспешили. Вот мы где-то с Мартан будем запускать проекты. Лучше бы с Марта они об этом объявили. Было бы вообще красиво. То есть, в принципе, 34 Travel изначально это был ресурс, который был ориентирован на тех, кто отсюда, неважно откуда, из Минска или из Киева, едет куда-нибудь туда, да? Потому что, в общем-то, гейт по Барселону, он универсален, да? Неважно откуда, если ты умеешь читать по-русски. Но вот сейчас у нас будет все больше материала про наши страны, про Беларусь, про Украину, для тех, кто приезжает к нам. Мы будем делать английскую версию, как минимум, в материалах про Беларусь будем рассказывать и людям, которые на английском читают. И вот планируем, ну, это звучит громко, откроем редакцию в Украине, но, в общем, планируем как-то там заявить о себе более серьезно, чем сейчас. И, да, планируем вырасти в три раза. В скобках шутка, над которой я три минуты думал. Но это не ново, потому что в этом году мы тоже выросли в три раза. Саш, мы нормально пока идем? Все, укладываемся. Я просто слежу за... Ого, 40 минут уже. Переходим к вопросам, которые вы могли бы задать, но пока не можете задать, потому что микрофон у меня. Да, мы готовы всегда к новым авторам. Мы иногда не успеваем прям все запросы принимать, но, в общем, стать автором 34 Travel не так и сложно. Особенно, если вы сами за это нам заплатите. И мы ищем крутого продажника. Ребята из Сити Дога, если что-то не сложится у вас с вашими коллегами, то наши двери открыты. Правда, самые крутые ребята, которые по рекламе в Беларуси. Серьезно. Ну, все. Самые поворотные вопросы, которые нам задают. Нет, мы решили сразу, знаете, все-таки уже вечер, поздно, уже семьи, там все взрослые ребята, хочется и домой пранчивать, и поэтому мы быстро ответим на все ваши вопросы. А как вы пишете ваши гайды? Настя, расскажи, пожалуйста. Да, могу рассказать, как мы пишем наши гайды, потому что действительно постоянно спрашивают, как вы, ребята, сидя здесь в Минске, откуда вы знаете, черт возьми, что там, за каким углом, и где в Барселоне лучшие тапосы. Так вот. У нас есть везде свои агенты, на самом деле, и это могут быть либо какие-то белорусские журналисты, которые куда-то едут в отпуск, либо люди, и это чаще всего люди, которые там живут, умеют писать, умеют рассказывать, или не умеют писать, но знают места, мы за них уже пишем красиво. Ну, такое тоже бывает. Да, почему бы вам не переводить все на английский? Тоже наш больной вопрос. Ну, Антон уже частично про него рассказал, что мы 100% хотим переводить наши материалы про Беларусь на английский, потому что, ну, действительно, есть такая потребность. Ну, а все, пока что мы на такое не замахиваемся. Дорого. Дорого, да. Почему 34 Travel? Я не знаю. Блин. Ну, да, собственно, мы совершенно не скрывали того, что 34 Travel появился естественным путем из журнала 34 Magnet, поэтому вот 34, собственно, и осталось в названии. Достаточно ли исчерпывающая, как ты думаешь, я ответил? Ну, неплохо. Если что, потом еще спросят. Спрашивают очень часто, почему перешли на ми, и почему ми, и замешано ли тут ми-ми-ми, и вообще что это такое. На самом деле ми — это как бы Черногория, Монтенегра, но это неважно, потому что нам кажется, что 34 Travel.me, типа путешествия у меня, это звучит круто, во-первых. Во-вторых, нам бы хотелось избавиться от этой связки, что Buy — это белорусский журнал, то есть он пишет только про Беларусь, это будет интересно только белорусам. На самом деле нет, как уже говорили, если ты умеешь читать по-русски и даже по-английски немножко, то все отлично, то есть наш контент тебе подходит. Поэтому перешли. Наши программисты очень сильно переживали насчет этого, но пока что вроде бы все нормально. Ну и мой любимый вопрос. Звучит он так, а что? Автозапчастей здесь больше нет. Мы просто сидим в офис у нас в помещении, где раньше торговали автозапчастями. Где-то примерно год назад всех этих суровых мужчин, к которым приходили другие суровые мужчины за какими-то там причиндалами для авто, оттуда их убрали и посадили. Креативные компании, ну как это принято, знаете, ревитализация, вот это все. Да, но мужчины продолжают приходить. Обычно один-два человека в день заходят к нам в офис и спрашивают, а где Hyundai здесь, ну типа там. Мы говорим, что нету, они расстраиваются. Потому что, в общем, есть люди, которые правда недовольны вот этими всеми процессами, которые на Октябрьской происходят, на улице, ну так себе. Мне кажется, мы с большего закончили, да? Да, вот такой красивый слоган. Там, кстати, открыточки, не открыточки, а стикеры еще остались. Какие-то можете их брать, если они еще там есть. Да, наши соцсети в «Одноклассниках» нас нет. Надеюсь, что в этом году я убежу, убедю своих коллег, и мы появимся в «Одноклассниках». Подписывайтесь, если еще не подписались на все, пожалуйста, наши соцсети. На самом деле, это правда очень хорошо работающая история, потому что, если вам кажется, что мы делаем какое-то неплохое дело и можем быть полезны вам или вашим друзьям, делитесь нашими постами, потому что, собственно, так это работает. Приглашайте друзей подписываться на нас, так это работает. А мы, собственно, недавно, когда обсуждали какие-то дела, определили, что вообще просить не стыдно, потому что мы как-то написали у себя там в соцсетях, типа «Ребята, пригласите друзей подписаться на нас, мы же классные, вы, в общем, неплохие вроде с виду ребята». И вдруг неожиданно там куча людей на нас подписалась. То есть просить не стыдно, это работает, люди хорошие. Собственно, все, пока все с этой презентации, дальше ничего нету, да? Да. Спасибо, что слушали, даже внимательно. Спасибо, Антон, Кася, Настя. Ну что, начнем с ваших вопросов. Они есть? Пока нету. Хорошо, тогда я, пока вы раскачиваетесь, ребят, задам первый вопрос. Наверное, он будет адресован Насте. Расскажи, пожалуйста, по каким каналам? В принципе, мы здесь видим все соцсети, но, может быть, подробнее о том, как информация о новостях, о новых материалах расходится по разным соцсетям? Какие-то есть определенные черты у этих notifications в разных соцсетях? Они как-то отличаются? Как вы работаете вообще с этой платформой, с этими платформами? Есть кафедра соцсетей? Да, 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 есть отдельная кафедра соцсетей у нас, конечно же, как и все кафедры. Ты сразу сказал notifications, и я сразу подумала, что нужно обязательно сказать про пуши, потому что мы довольно недавно… Знаете, что такое пуш-уведомление же, наверное, да? Вот мы довольно недавно их подключили, и действительно это очень классно работает. Главное не переусердствовать, не закидывать туда все, что тебе кажется крутым, потому что мне кажется все крутым на нашем сайте, но читатели иногда говорят «воу-воу, стопе». На самом деле очень большая конверсия, поэтому всем, кто работает в медиа, очень советуем. Наш основной канал — это Facebook, конечно же. Туда мы постим где-то примерно столько же, сколько бодрствуют наши читатели, то есть с 8, 9 до 10 каждый день, каждый час. Стараемся чаще не постить, потому что поговаривают, что Facebook, в общем-то, недоволен, если постить чаще, чем раз в час, и поэтому, в общем, все, что у нас есть. И еще интересный момент в том, что мы никогда не стыдимся закидывать какие-то старые посты, то есть новости, которые, казалось бы, уже люди читали, какие-то гайды, которые, казалось бы, уже выходили. Оказывается, что статьи, которые уже выходили, могут собрать еще и в 2-3 раза больше, там по 10-20 тысяч спокойно могут набрать, если закинуть их в соцсети еще раз, их читают все время разные люди, то есть это действительно круто. Ну и понятно, чем больше лайков и каких-то взаимодействий со страницей, тем чаще наши читатели это видят. Вот, поэтому, как говорил уже Антон, лайкать, конечно, помогать с доброму делу. Лайкай Алиника Хай. Лайкай Алиника Хай, да, как известно. Второе по величине аудитории у нас ВКонтакте, то есть у нас ведут разные люди намеренно и в Facebook, и ВКонтакте, для того, чтобы не было такого, что ты написал какую-то классную подводку к новости, закинул ее по всем сетям, в Твиттере подрезал немножко, потому что 140 символов, у нас такого нет специально, все ведут разные люди, для того, чтобы была разная коммуникация, разный стиль подачи информации. Недавно мы, ну как недавно, запустили Телеграм, который ведет Антон. Значит, там мы стараемся делать какие-то подборки тоже раз в день, все, что у нас вышло на сайте, закидывать. Стараемся тоже с кем-то партнериться. Ну, наверное, все. Что-то добавить, коллеги? Я нет. Про Телеграм не уличить? Не хочешь ничего добавить? Подписывайтесь на Телеграм, я не буду стараться, реакции мой. Пока... Телеграм крутая штука, Телеграм крутая штука, и достаточно быстро прирастает. Ну, в общем, пользуйтесь этим каналом, если вы распространяете какое-то медиа в сетях. А за Инстаграм, соответственно, отвечаешь ты, Кася? Таня. Таня отвечает за Инстаграм. Более того, Таня сказала, нифига себе, новое свойство в Инстаграме, можно вести прямые трансляции. И вот Таня сейчас как раз ведет прямую трансляцию в Инстаграм. Поэтому я уже матернулся поздно. Так, часица там с кем-то стоит, наверное, нет. Да, ну, я, может быть, Таню представил. Вот Юля, прекрасный человек, занимается у нас новостями. Просто, может быть, кого-то назвал, кого-то забыл. Саша, привет. Ну, в общем, естественно, больше половины залы — это наши друзья, которые пришли поддержать нас. Или поклонники, скажем так, близкие поклонники. Может быть, у вас уже, ребята, есть вопросы? Да, отлично. Ну, понеслась. Только представляйтесь, пожалуйста. Кирилл меня зовут. Добрый вечер. Вопросов много. Готовьтесь. Давайте с первого начнем. Ну, первый вопрос хотел поинтересоваться. Мы читаем вас. А что читаете вы? О путешествиях, о новостях. Где черпаете вдохновение? Прекрасный вопрос. Как в что, где, когда ответит Кася. Как человек, который чаще других бывает в международных аэропортах и скупает там все журналы на непонятных языках. Да. Да, я очень много читаю международные прессы. Ну, то есть, как бы, лично для меня самый главный ориентир — это Monocle журнал, который я нежно люблю всем сердцем и выписываю уже несколько лет. Потому что, ну, у них очень качественный материал, очень качественный визуал. Соответственно, как бы, это такая планка, на кого можно ориентироваться. Соответственно, я очень слежу за всякими тоже инди-проектами. Сегодня вот ребятам показывала Travel, тоже журнал, который… То есть, очень много печатной прессы, на самом деле, очень качественной. Жалко, что ее невозможно найти в интернете, потому что, действительно, как бы, она такая штучная продукта, да. Мы очень стараемся, кстати, дружить с редакторами в разных странах и тоже пытаться у них находить какие-то идеи для себя или делать коллаборации. То есть, если говорить о Германии, то это немецкие дамми. Или польский активист был такой же нас, с которым мы дружили. То есть, мы стараемся как бы… Ну, по крайней мере, я говорю, наверное, за себя, что я всегда стараюсь отслеживать прессу нерусскоязычную, чтобы понимать вообще, что творится в мире. То есть, американскую в меньшей степени, британскую, немецкую в большей степени, французскую, может быть. Поэтому, как бы… Ну, если кому-то интересно, что читаю, могу так отдельно рассказать про это, потому что долго будет рассказывать. Я думаю, что Кася за всех рассказала. Мы у нее обычно берем эти талмуды и пролистываем. Спасибо. Еще небольшой вопросик. На фоне белорусской русскоязычной интернет-прессы в глаза бросается всегда ваше написание слова «белорус», «белорусский». Скажите, чья это позиция вообще? Как вы к этому пришли? Мы пришли к этому просто, применив некоторые правила русского языка, там, словообразование, суффиксы. Страна называется «белорусь», корень «ска», поэтому «белорусский» с двумя «с» через «а», если по-русски. Да, спасибо. Ну, еще хочу сказать, что ваши пуши приходят почему-то два-три раза подряд. Вот. Чуть-чуть раздражает. Не обещаю, что починим. Сорян, да. Спасибо за ответ. Еще к кому-нибудь приходят пуши два-три раза? Нет рук? Тогда я спрошу, ребята, расскажите о своих авторах. Мы знаем, что, уже узнали, да, что есть отдельная команда программистов, которые сидят в Гродно. Прекрасные ребята, отличный город. А есть авторы гайдов, которые живут в разных городах. А как вообще много человек пишет для тревела в той или иной форме? Давай я начну. Хотя, с другой стороны, чего я начну. Нет, я просто еще хотел добавить к реплике про гайды. К сожалению, не по каждому городу, но часто одни и те же люди эти гайды обновляют несколько раз. Потому что, на самом деле, мы стараемся все, как минимум, все популярные города, Вильнюс, Варшаву, Берлин, Стокгольм и так далее, Тбилиси, обновлять Минск на худой конец, Киев, обновлять хотя бы раз в год, потому что за год в некоторых городах меняется просто все. Например, в Киеве гораздо быстрее. Ты приезжаешь через два месяца, говорю, ребята, пойдемте в Можжевельник. Помню, что был модный бар Можжевельник такой. Идем в Можжевельник. Слушай, ну Можжевельник уже полное говно, туда ходят только лохи. Давай пойдем в... Как на рейтерский бар, который был модным полгода назад. Не знаю. Можжевельника уже нет вообще, друзья. Поэтому гайды приходится обновлять часто. Вот, например, гайд по Берлину делает парень, которого зовут Вова Жигачев. Он дипломированный уже, кажется, киновед. Получил диплом, отучился в университете. Молодой чувак, очень активный, очень любящий город Берлин, в котором он живет сам из Минска, живет там семь лет. Ну вот, я доверяю ему вкусу, он эти гайды обновляет. Олег Гарус, наш хороший друг, живет в Барселоне. Он, когда жил в Минске, он с нами постоянно работал. Еще играл в группе Крамбамбуля на гитаре. Такой, в общем, разносторонний, прекрасный человек. Вот он живет в Барселоне и тоже делает гайды по Барселоне. В общем, это какие-то свои люди в большинстве городов. Часто бывает так, что... Ну, иногда бывает так, что гайд... Ну, пишет человек, хочу написать вам гайд. Мы такие, ну, класс, пиши. Вот гайд приходит, и если мы видим, что там вроде бы что-то нормальное, мы обязательно даем это почитать каким-то ребятам, которые там этот город знают и вкусу которых мы тоже доверяем. Вот. Есть что добавить про автора? На самом деле команда авторов у нас не такая большая, потому что часто мы привлекаем не случайных людей, но люди, которые с нами взаимодействуют буквально там несколько раз. То есть кто-то куда-то едет, пишет нам статью, или кто-то живет и пишет там один раз гайд. Вот. Ну, уже собралась такая небольшая, но зубастая команда тех, кто живет в Минске, потому что на самом деле многие вещи можно делать и из Минска, не обязательно везде колесить, если есть везде свои люди, какие-то локалы, которые готовы рассказать про фишки каких-то мест, то это все можно делать и из Минска. Вот. Так что, ну, мы на самом деле всегда открыты, всегда рады, но у нас очень часто бывает так, что пишут люди на почту, типа, чуваки, вы такие классные, хочу вам писать. Ты говоришь, окей, круто, мы типа открыты, предложи нам парочку тем. Ну, конечно же, тишина в ответ. Так бывает в процентах 90 случаев. Вот. Если не бывает, то часто эти люди присоединяются к команде. Наверное, все. Спасибо. По-прежнему? О, да. Я уже возьму микрофон. Спасибо. Для начала хотела спросить… Олеся, представься всем. Ну, ты меня уже так разрекламировал, что сколько можно. Хотела спросить по поводу английских гайдов. Знаете ли вы, сколько их у вас на текущий момент есть? Вы упоминали, что минский гайд на английском был достаточно популярным. Есть ли какая-то закономерность, откуда читают люди эти гайды, и откуда приходит аудитория? Откуда? На минский гайд, кстати. Вообще на английском языке. У нас есть пока только один гайд на английском языке. Поэтому это гайд по Минску. Но на самом деле, да, должен завтра уже выйти по Гомелю гайд на английском языке, и поэтому мы точно хотим охватить все… Да-да-да. Хотим охватить… На английском, да, готовится. Мы хотим охватить на самом деле все областные центры 100% и перевести гайды, потому что мы даже когда сами ищем информацию, не то что на английском, даже на русском ее нет, толком собранной и нормально поданной. А читали на самом деле Минск очень много минчаней. Мне кажется, даже подавляющее большинство читали минчаней и точно шерили каким-то своим друзьям, потому что в Фейсбуке мы видели очень много тега или каких-то людей с иностранными именами, которые сложновато определить, происхождение, в общем-то, прочитав только имя и фамилию. А так по статистике я даже не помню. Да, есть что сказать. Как-то я съездил в Ереван. Прекрасный город. Мне очень понравился, правда. Написал какую-то колонку, которая обычно… Материал такого плана не то, чтобы у нас расходится. В общем, типа, «Почему Ереван прекрасный город?» Там восемь причин. Ну, в общем, что-то написал, и вдруг неожиданно вся Армения это запостила. И вот в тот месяц у нас 5% посещений было из Армении. Ну, то есть, людям было приятно, что кто-то их извне похвалил. Ну, опять же, самое интересное, что постила скорее не те ребята, которые живут в Ереване, а те ребята, которые когда-то из Еревана уехали, диаспора. И приятно, что их город родной, конечно, не в Лос-Анджелесе сейчас, но… Да, ну и армяне тоже сами постили из Армении тоже. Спасибо. И один меркантильный вопрос. Ты… Договоримся. Размучивал цифры, что 90% доходов вам дают спецпроекты и нативная реклама, а что остальные – 10%. Вот. И в продолжении этой темы, как вы разграничиваете для себя, что такое спецпроекты, что такое нативные проекты? Это только продолжительность либо еще какие-то критерии? Спасибо. Ну, здесь скорее от общего к частному. Да, нативной рекламой, собственно, мы все называем, просто иногда это там один-два выхода. Иногда это там серия материалов, которые уже не стыдно называть спецпроектом. Спецпроект – это когда мы что-то специально придумываем вот под эту задачу, под этого рекламодателя какой-то там дополнительный программинг делаем, как в случае с арт-календарем. Или мы делали похожий, в общем-то, материал про главные летние фестивали прошлого года вместе с компанией Велком. Если кто-то есть из Велком или есть хотя бы абоненты Велком, надеюсь, вам было приятно. По поводу остальных 10%. Ну, то есть, на самом деле, это где-то ваш редактор Сережа на какой-то конференции для рекламистов попросил у меня цифру, сколько у вас процент от спецпроектов. Конференция была по нативной рекламе. Я говорю, да хрен его знает, 90 напиши. В общем, он написал 90, нас там не было, говорили, все смеялись, потому что типа вот идиоты не зарабатывают на медийке. Или наоборот, прекрасные люди, не знаю, что они подумали. Но смысл просто в том, что мы сознательно не засираем сайт баннерами, брендированиями, вот то, что есть, собственно, медийка. По крайней мере, пока. То есть сейчас у нас все-таки не такие большие просмотры, чтобы вот это прям стало ощутимым источником дохода. Подрастем немножко, и тогда, конечно, баннер в глазах у вас будет рябить. Мы всегда с читателем честные, на ты. Но на самом деле это шутка. Мы, правда, внимательно относимся к тому, как наш сайт выглядит, и поэтому даже если мы будем делать все эти красивые баннерочки, которые от блока, естественно, заблокируют, они будут аккуратно внедрены в изящное тело нашего сайта. Кася проследит за этим. Да, 10% — это… Ну, все-таки иногда бывают какие-то и баннерочки небольшие, и просто какие-то простые рекламные статьи, пара рекламных новостей, там промелькнет где-нибудь ненароком. Ну, в общем, да, 10% собираем вот этим. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Аня. Я хотела спросить, как вообще происходит подбор тем? Может быть, есть какая-нибудь маленькая креативная команда, ну, которая думает, вот, классно, это было бы интересно. Вы троем работаете, что ли? Или, может, еще какие-то… Просто так перегляделись? Да, на самом деле мы втроем и пять дизайнеров. Все правильно сказали. Не считая собаки. У нас не было про собаки. Надо было привезти, да. Больше бы людей пришло. Так, неважно, вопрос. Я забыла, какой был вопрос. Вопрос был про то, как мы подбираем темы. Ну, тут есть очень много подходов. На самом деле мы отталкиваемся всегда от гайдов, потому что у нас есть пул городов, которые нужно постоянно обновлять, пул городов, про которые мы очень хотим написать. Потом мы всегда пытаемся уделить внимание Украине, потому что это большая часть аудитории, и в Украине, на самом деле, мало изданий, которые писали бы про внутренний туризм, а там эта тема очень популярна. То есть мы стараемся уделять внимание Украине. У нас есть пул-рубрик, про которые мы говорили. И мы стараемся, чтобы все рубрики обновлялись более-менее равномерно, то есть раз в неделю, раз в день в неделю и так далее. Потом мы стараемся привязываться, конечно, к каким-то датам. То есть, грубо говоря, там у нас был день чая, мы пошли в чайную комнату и поговорили с девушкой прекрасной, которая это организует, про то, какие бывают чайные церемониалы в разных странах мира и как это все происходит. У нас был там день знаний, мы делали… Ну, у нас, у всех в мире людей был день знаний. Мы пошли в школу. Мы сделали подборку про то, куда можно съездить, поучиться, получив какие-то стипендии, гранты. То есть стараемся привязываться к каким-то датам. Очень много информации к нам поступает и просто извне. То есть кто-то предлагает какие-то классные темы, ты думаешь, о, круто, надо писать, надо брать. Потом эти люди, конечно, пропадают. Да-да-да, и в продакшн. Как вы уже знаете нашу схему работы. Так, что еще? Ну, наверное, с большего это самое главное. То есть мы придумали пул каких-то классных рубрик и стараемся их более-менее регулярно обновлять. Ну, или, конечно, если сами кто-то ездим. Например, у нас на этой неделе было очень прикольно, потому что на прошлой неделе один наш коллега был в Берлине. Кассия вернулась два часа назад из Берлина, и я еду послезавтра. Так что сто процентов мы обновили гайд по Берлину неделю назад именно из-за этого, конечно же. Теперь по очереди проверяйте кто-то… Это никак не связано с открытием берлинской версии сайта. Никак. Я не хотел ничего добавить, просто люблю за микрофон держаться. У меня вопрос, а как вы относитесь к комментированию, вообще насколько вы прослеживаете, что ваши читатели пишут в комментариях, как активно им отвечаете? Там, например, выходит гайд, и уже 10 комментариев про то, что это вообще туфта, это неактуально и так далее. Вы на это реагируете, сразу же отвечаете, пишете ему там втихаря, и вы ищете где-то, чтобы ему отомстить, или что происходит? Depends. Я решил показать, что немножко знаю английский. Ну, собственно, на комментарии мы все внимательно читаем, хотя бы просто потому, что, ну, как бы, откровенное хамство, надо сайты убирать. Хотя у нас нет перемодерации, да, то есть модерация идет постфактум. Но мы редко этим пользуемся, потому что… Ну, я даже вот сейчас не могу сходу припомнить вот какую-то там откровенно хамские комментарии, оскорбительные, которые мы убирали. Публика читает нас, которая сама много ездит, и поэтому вот нас каждый раз, когда мы вот что-то где-то ошиблись, тут же в эту кучку тыкнут носом, как щенка, и укажут на нашу ошибку. Мы исправляем, ну, то есть мы не стесняемся признавать свои ошибки, говорим, ну, ты прав, чувак, поправили, да. И, собственно, идем дальше. Вот недавно, может быть, есть девушка, которая написала недавно в редакционную, вдруг из Минска она была, по почту письмо о том, что вы задолбали пуш-уведомлениями. Нет? Написала девушка письмо, говорит, блин, сижу на работе, приходит какая-то шняга уже, я отвлекаюсь там. Вот я и в ответ с рабочей почты написал письмо, вежливое, вежливое, и спросила, а как вы считаете, вот, собственно, как часто должны быть пуши, на какие темы должны быть пуши, и вообще приходите на летучку, бла-бла-бла. И она в ответ написала прекрасное письмо о том, что да ладно, что-то было не в настроении, вы классные, ребята, молодцы. Вот, но на самом деле это повод для небольшой дискуссии в редакции. Мы, собственно, сели и придумали, как именно, на какие темы мы пуши отсылаем. На какие темы вы... Можно я еще быстренько продолжу, да, потом вопрос. И еще у нас есть такая фишка, что можно выделить, если вы видите какую-то ошибку, там нажать Ctrl и Enter, там внизу это в футере написано, и к нам на рабочую почту сразу же придет оповещение, и мы быстренько-быстренько это почистим. Но, пожалуйста, если вы заметили ошибку, не выделяйте просто букву Е, и не пишите, что должно быть буква И, потому что мне приходится открывать админку и смотреть все слова, где есть буква Е, и думать, как бы там ошибка или не там ошибка. Я хотела еще уточнить, вы отвечаете на абсолютно все письма, которые приходят в редакцию, с жалобами, с комментариями, или оставляете что-то неотвеченным? Оставляем небольшую завесу тайны. Нет, мы на самом деле отвечаем на все то, на что имеет смысл ответить. Если мы видим, что человек прилагает какую-то тему, она потенциально интересна, мы ему пишем. Если это какая-то внятная критика, мы отвечаем и воспринимаем это. Иногда просто сразу видно, что не стоит тратить ни секунды времени на то, чтобы как-то переписываться. Но таких писем, правда, меньше. Больше каких-то интересных конструктивных предложений. Я правда хочу поговорить. Роман руку протянул, и еще парень рядом или не парень. Я не для себя. Добрый вечер, меня Влад зовут. У вас недавно выходил гайд про автостоп. Давайте вот его обновим. Потому что там написали, что по Беларуси нет автостопа. У меня личный опыт 5000 километров за прошлый сезон только. Давайте переделаем. Да. Да? Берем? Берем. Настя же человек, который все в продакшен берет. Влад, да? Отлично, да. Вы, пожалуйста, как-то с Настей законтачитесь и да, сделаем. На самом деле, про тему автостоп, может быть, я кого-то обижу, например, Влада, но мы сознательно очень долго не писали, просто потому, что, мне кажется, на эту тему есть, ну, не знаю, на эту тему сказано все, вот это форумы, когда я учился на втором курсе журфака, там приезжали мы однокурсницы, рассказывали, как они с какими-то пахнущими дальнобоями, там в Питер ездили на концерт русского, прости господи, рока, и, ну, как бы, сейчас уже хрен его знает, как к автостопу относиться, на самом деле. Ну, нам так, у нас такие штуки, ну, вот просто парень, который вот нам время от времени пишет, такой отчаянный ездок по миру, Павел его зовут, да, Павел Андреевский, он сказал, ребят, ну, надо сделать, я вот, ну, мой личный опыт, как твой Влад. То есть, наверное, видимо, опыт автостопа у всех разный тоже, да, ты симпатичный, на тебя подбирают эти мужики. Вот. Но, да, мы готовы сделать этот материал. Класс, спасибо. Роман, хотел спросить, тебе уже меркантильный вопрос задавали, хотел уточнить, вот, твое мнение, может ли окупаться проект только за счет нативной рекламы, или, ну, сейчас еще инвестиционный период, вы еще развиваться собираетесь, то есть, насколько вы сейчас окупаетесь, и когда планируете выйти на прибыль, там, если есть такие планы? Для остальной публики я должен немножко прояснить бэкграунд, я немножко знаю Романа, это человек, который раньше работал в украинском издании Forbes, потом в деловом портале AINUA, поэтому, ну, я извини, я правда должен был это сказать, поэтому инвестиционный климат, период. сейчас же. Нет, мы, наша задача, мы сейчас, мы стараемся минимизировать расходы, для того, чтобы вот, прямо уже в самом ближайшем будущем в какой-то ноль работать. Я готов эту кухню обсуждать приватно, но смысл в том, что мы вот, что мы зарабатываем, то сразу уходит на развитие, очень многие люди у нас в нашей команде волонтерят и так далее, да, то есть сейчас, собственно, ну, правда, с нами не стоит какая-то компания, которая вот сказала, ребята, три года творите любую чернуху, и там, потом, может быть, вернете нам деньги, такого нету, и знаю, что правда, вот в Украине это все совсем по-другому работает, может быть, кто-то был на лекции Юры Марченко, который вот в пресс-клубе выступал, наш товарищ из издания платформы, вот там его фотография висит, потому что вот в Украине действительно инвестиционный там период и так далее, это актуально, еще более актуально, наверное, вот сейчас, оказывается, опять появилось какое-то издание, которое всех скупило, реалист онлайн, или как оно называется? Да, которое там в два раза больше зарплаты журналистам предложило, чем в среднем по рынку, потому что скоро выборы, надо сделать вид, что есть какая-то серьезная пресса, какие-то олигархи тратят кучу денег, нанимают подстанных людей, которые говорят, что да, это наши деньги, мы тут накалим, но я не знаю, как это устроено, но как в Украине это устроено по-другому, мы инди-проект, это как инди-группа, сами диски напечатали, ну и пошли с ними Велком, Вайбер, Убер. Ну а еще, кстати, о различиях белорусского и украинского медиарынка, почему в Беларуси есть такие сильные тревел-проекты, ну как 34 Travel, как вандеровки, есть стартапы тревел, ну как 80 Days и остальные, в Украине, по сути, нет ничего похожего, а вы вырваться мечтаете так сильно? Слушай, я не знаю, может быть в Украине, правда, перекошенный немножко рынок, но есть классный проект, в политику, да, в экономику, да, есть классный проект, который Богдан Лагвиненко делает, такой активный украинский парень, блогер-активист, вот называется Ukrainer.net, по-моему, да, ну мне кажется, в Украине тоже такие проекты появляются, да и опять же, ну все разделы про путешествия на своем сайте имеют, хоть NWUA, хоть там платформа пишет, кто угодно путешествия, сейчас все пишут, ну кроме как тут жить, наверное, потому что они про трусы только пишут женские. и последний вопрос, ты говоришь тоже по планам развития, что собираетесь больше упор делать на новости с акциями авиакомпаний, например, собираетесь там с теми же вандровками конкурировать, то есть подбирать маршруты, может быть, дешевые? Позвольте, я тоже отвечу на этот вопрос, коллеги. Ну, вандровки – это классный ресурс, там делают, наверное, один, может быть, у Андрея появился какой-то партнер, стажер-дизайнер, один парень, который безумно, надо слова подбирать, безумно любит искать дешевые билеты и делится со всем миром своими знаниями. За счет этого потока вот они собирают хорошую аудиторию, у них там порядка 300-400 тысяч визитов в месяц, и они самый крупный, получается, travel site Беларуси, да, вот holiday buy еще такой есть, где можно баню снять, он тоже относится к travel site, наверное, вот они тоже там 1200 у них, при том, что там, конечно, люди ходят за банями этими. Мы с вандровками пытались общаться, мы понимаем, что они делают вот хорошо, то, что у них, ну, они, Андрей, делает хорошо дело, которое, собственно, у него получается, мы пытались как-то скооперироваться, потому что Андрей часто нам писал о том, что, ну, ребята, ну, смешно, вот гайд по генуи, да, и написано, что нет из окружающих, значит, прямых рейсов. А раз в неделю S7 летом из Москвы, мы говорим, Андрей, классное предложение, давай мы забрандируем прям раздел про транспорт на нашем сайте, ну, вот с тобой, несложно тебе раз в неделю подбирать эти маршруты, ты как бы это любишь делать, и мы напишем, что вместе с вандровками, и тебе приятно, ссылочка там лишняя, и нам хорошо, не нужно голову ломать. Андрей сказал, круто, очень классная идея, ну, в одном гайде поучаствовал, потом пропал на месяц, и потом не появился. Мне нравятся вандровки, отвечая на твой вопрос. Билеты дешевые, не так сложно, вы бы могли большой трафик собирать на этом, ну, по идее, как собирают они. То есть, ну, пару каких-то дешевых направлений в день подбирать и закидывать новость на сайт. Теоретически, да. Но мы на самом деле все серьезные какие-то акции, достаточно быстро, оперативно всегда о них пишем. Но, немножко летучка вандровок получается. Мне кажется, 90% постов вандровок это и опять 8 дешевых перелетов из Польши, да, то есть, все-таки такие акции, которые собирают трафик, не каждый день случаются. Да, поэтому мы стараемся следить за тем, что действительно важно, а не спамить читателя тем, что Эколайнс опять на 2 рубля дешевле из Киева там в Жешув. Есть еще вопросы? Здрасте, я Аниса. Во-первых, начну с комплиментов, потому что, ну, действительно, все согласятся со мной, что это самый честный, самый настоящий, самый нормальный, с адекватным языком, без вот этих вот трусов, как вы сказали, Эколайнс на 2 евро дешевле. Молодежный, но адекватный, то есть, без закоса на Айдана Октябрьскую. Второе, наверное, такое пожелание, под 34 можно что-нибудь придумать эдакое, то есть, какую-нибудь историю, фан какой-нибудь, ну, не знаю, зашифровать там какую-нибудь магию в этих цифрах. Она есть. Ну, еще что-нибудь, короче. Вот, и вопрос такой, тут все начали так про монетизацию. Недавно что-то я вот наткнулась на то, что фотобанки, как зарабатывать на путешествиях и так далее. Не собираетесь ли вы лично, у вас отличный контакт с аудиторией, аудитория, в принципе, адекватная, не собираетесь ли вы, например, покупать какие-то интересные, наверное, к кассе больше вопрос, фотографии или какие-то необычные там места, вот именно на платной основе? Мало ли. Вопрос, пользуемся ли мы фотобанками, по сути, или что? Нет, собираетесь ли вы покупать, как такая площадка, то есть у своих читателей, у своих подписчиков? Чтобы стать фотобанком, по сути. Чтобы иметь эксклюзивные фотки. Честно говоря, как бы пока к нам обращаются, то есть мы публикуем фотоисторию, ну, то есть на взаимовыгодной основе, так сказать, то есть для человека, который фотографирует, это, ну, публикация, да, то есть для молодых фотографов, это публикация их фотографий, и о них узнают, это нормально, то есть о них пишут ресурс, они публикуют свою фотоисторию, в то же время для нас это классный контент. Мы очень сильно, ну, серьезно подходим к этому отбору, поэтому очень мало всего проходит, потому что оказывается, что у нас очень много всего всыплется, но отобрать что-то классное очень сложно, потому что действительно, вот, как бы, все то, то ли фотобанки, то ли, вот я съездил на пляж отдохнуть, посмотрите там, да, ну, вот как я классно отдохнул, я тут с пальмой, вот, ну, то есть реально очень много вот такого, к сожалению. Если у нас много хороших фотографов, каких-нибудь людей интересных, творческих и так далее, то такой какой-нибудь контент устроить, и вам хорошо. Сперва на бесплатной основе, потому что они заработали. да, если, как бы, ну, мы очень хотим, чтобы нам больше писало фотографов, да, и больше, соответственно, этого контента использовать, но вот пока почему-то, мне кажется, что пройдет немножко перелом, когда вот сейчас у всех появились мобильные, все наконец-то начали фотографировать, поняли, что это вообще не страшно, что это не надо там писать, что я фотограф, и обвешиваться кучей камер, можно купить одну маленькую, как бы, классно на нее снимать, или вообще там старую мыльницу взять, и тоже на нее классно, вот у нас была фотоистория моего друга, который вот купил там мыльницу дешевую, и на нее отлично снимает стрит, например, потому что ему нравится, вот, то есть, мне кажется, что сейчас должен пройти период, пока люди наиграются вот этим таким визуалом, поймут, что как бы в Инстаграм, то есть они сфотографируют свою еду красиво в Инстаграм, сфотографируют свой отпуск красиво в Инстаграм, и, возможно, как обычно, вот когда технология приходит, очень много людей пытаются что-то делать, но далеко не у всех получается, и потом проходит вот этот временной этап отсева, и появляются люди, которым действительно интересно это делать, ну, то есть, и они уже выходят на новый уровень, то есть мы ждем пока немножко, да, то есть если такие люди появляются… Спасибо, ну, мы очень надеемся, что фотографу будет… Моя боль на самом деле, это потому что очень сложно искать визуал, и вот эти вот красивенные эпичные панорамы, но, честно говоря, уже они не отдают реальность, да, то есть хочется что-то такого натурального, а его очень сложно искать, вот даже если просто попробуете что-нибудь нагуглить, вот у нас это вечная боль, очень сложно, и действительно, ну, как бы важно, потому что для нас это прямые клики, ну, то есть люди кликают на картинки. Спасибо. Еще вопрос был, это снова Влад. У меня вопрос по поводу того, что вы собираетесь расширяться. Планируете ли вы вводить какие-нибудь новые технологичные форматы, то есть, например, подкасты, аудио, либо, возможно, 360 VR, или что-нибудь подобное? Это всегда утыкается, собственно, еще вопрос денег, да, потому что, ну, 360 VR и аудиоподкасты это хорошая тема и так далее, да, хотя бы начать видео какое-то регулярно делать, но каждый раз, собственно, вопрос того, что это все дорогая достаточно история, ну, если вкратце, то да, мы будем пробовать вводить новые форматы, даже если они порой не всегда работают, потому что аудио в Беларуси почему-то очень плохо всегда смотрят, точнее, плохо слушают, да, мало просмотров таких материалов, но будем. Класс, спасибо. Еще есть вопросы? Да. Повеселели, немножко раскрепостились. Пока я иду, может быть, от меня короткий вопрос. Кроме вандровок, вы еще где-то здесь видите, в смысле, в белорусской медиа среде конкурентов, или как когда-то была такая реплика, что мы настолько здесь все маленький, настолько маленький медиарынок, что нам время не конкурировать, а скорее дружить и кооперироваться. Абсолютно верно. Вторая часть вопроса. Мы считаем, что ну, чем больше будет проектов, тем будет лучше для рынка, потому что когда-то мне очень запомнился пример, который приводил в каком-то тексте, по-моему, Виктор Мартинович, о том, что когда-то в начале 90-х в Минске было два ресторана, и в них никто никогда не сидел. Когда этих ресторанов стало 200, в них уже не пробиться, потому что, собственно, предложение сформировало спрос, а не наоборот. Поэтому нет конкурентов здесь. Ну, в смысле, все что-то делают, но пусть было бы больше таких проектов. Добрый вечер, Николай, меня зовут. Скажите, поднимался уже несколько раз вопрос по поводу денег, окупаемости проекта. Вот мне просто интересно, как давно, вот вы с момента открытия проекта ввели эти спецпроекты, платные статьи? То есть, как это давно пошло? Может, с какого-то количества посещений там это? Либо же сразу же стартанули с этим? Сразу. То есть, сайт запустился, там был один рекламный материал с партнером, и один баннер. Вот. Первый материал, который мы называем нативной рекламой, в сентябре гайд по Берлину мы сделали вместе с школой иностранных языков Streamline, которая тогда промотировала свои курсы немецкого. И все понеслось. То есть, на самом деле, если вы предлагаете какую-то очень конкретную аудиторию, очень понятный формат, то рекламодатели, ну, вы сможете начать с ними работать. Понятно. Спасибо. Еще второй вопрос, если можно. Гарантируете ли вы какое-то количество просмотров своим рекламодателям? Документально прям, чтобы... Ну, в смысле, в договоре вы имеете в виду? Ну, условно, да, да. Пускай в договоре, да. В договоре нет. Мы всегда на этапе, вот, собственно, каких-то переговоров говорим о каких-то цифрах реальных, да, ну, там, более-менее реальных, которые мы можем собрать, да. Ну, то есть, это не то, чтобы гарантия, а скорее мы говорим, что, ребята, вот мы делаем такую штуку, ожидайте вот такого результата. Но эти проекты не только по просмотрам оцениваются. Так, понятно. А эти цифры, они для каждого рекламодателя могут отличаться, либо есть какая-то там уже условная величина, что там примерно каждый рекламодатель может рассчитывать на определенное количество просмотров. Я помню, что был какой-то разговор с каким-то потенциальным рекламодателем, и пока мы еще не договорились о том, собственно, какой именно продукт будет продвигать бренд, какие-то будут материалы. Человек спрашивал, сколько просмотров вы гарантируете? Я говорю, ну, типа, ну, хрен его знает. Давайте сначала придумаем, что мы делаем, потом я вам скажу, сколько это будет. Ну, сколько вы просмотров гарантируете? Кукорп мне говорит две тысячи. Вот сто пудов. Я говорю, ну, две тысячи сто пудов я вам гарантирую, даже если... Да, ну, то есть, вот сначала мы придумываем, что мы делаем, а потом мы говорим, что вот, да, такие цифры могут быть. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Одну секунду. Здесь еще девушка, мне кажется, была первая, и потом к вам возвращаюсь. Привет. Меня зовут Алина, и у меня, на самом деле, полтора вопроса к вам. Первый, это по спецпроектам, опять же, скажите, будет ли в этом году, как в прошлом, по музыкальным фестивалям, или это вообще от чего зависит, от волком, или от какой-то вашей инициативы, и какие, в принципе, вы в этом году планируете спецпроекты, если это не военная тайна? Расскажешь, чтобы я не утомлял? Прошу рассказать про геозу. На самом деле, у нас есть пул, как вообще построенная работа, редакция, то есть, есть несколько подходов. У нас есть какой-то пул спецпроектов, которые мы придумали, которые нам кажутся, но не такие крутые вообще, и мы точно знаем, кому бы нам хотелось их предложить. Есть бренды, которые нам очень нравятся, с которыми мы в контакте, и мы спрашиваем у них, как бы, ну какие у вас сейчас продукты актуальны, что сейчас интересно? И уже исходя из этих запросов, мы пытаемся предложить им какой-то классный продукт, который мог быть в нашем сайте. Либо к нам приходит бренд, то есть, ну и говорят, ребята, вы классные, мы классные, давайте что-нибудь вместе мутить. И вот вернусь к первой части, про которую я говорила, про спецпроекты, которые мы уже придумали, под которые мы ищем так или иначе партнеров. Нам очень бы хотелось найти партнера и с кем-то вместе делать наш проект Go to Belarus. То есть, про него уже немножко затрагивали. Это будет отдельный спецпроект, большой, вообще большая, огромная история на сайте, который будет со своим дизайном, совершенно со своей логикой. Там тоже будут гайды, там тоже будут новости про Беларусь, и там тоже будут какие-то как бы подрубрики, то есть, что делать в Беларуси, что делать в разных городах. И под это, конечно, нам бы хотелось найти какого-то партнера, возможно, те, кто сдает в аренду машину или гостиница, что-то такое. Потом у нас есть... Хочешь что-то сказать еще? Не очень хочется, я так понимаю, что он там мне показывает рукой? Нет, все нормально, просто, ну, во-первых, что карты на стол вываливать, во-вторых, бывает такое, я не знаю, как это объяснить, вот если есть люди, которые какие-то любят логические парадоксы решать, запоминать, чем больше, ну, то есть, ты 100% уверен в том, что Гайд по Минску соберет до хрена просмотров. Ты идешь к рекламодателю, которому Гайд по Минску нужен, идешь ко второму, к третьему, никто почему-то не покупает, да, то есть, потом ты придумаешь какую-то идею, за 2 секунды, за 3 ее описываешь в письме, отправляешь, и люди говорят, беру. Хотя ты понимаешь, что вот Гайд по Минску собрал бы там в 5 раз больше, им бы было приятно, и в общем, и нам неплохо. Ну, вот как-то так это работает, закономерности никакой нету, надо работать, надо топтать, надо общаться, надо, собственно, придумывать. Все хотят что-то интересненькое, уникальное, вот сети.док уже там что-то обменивается ссылками в первом ряду. Мы выпустим этот материал, даже если не найдем для него партнера. Меня Владимир зовут, тут вопросы денег так с осторожностью задают, но я напрямую спрошу. Договоримся. Да. Вопрос такой, кто, и если это не закрытая информация, сколько инвестировал в запуск данного проекта, и вы сами, ядро команды, получаете доход от этого проекта, или у вас есть параллельные источники дохода? Это закрытая информация. Вся полностью? Мы начинали с тех денег, которые мы сами в этот проект вложили, я вот могу вот это сказать, потому что, собственно, это были какие-то совершенно минимальные вложения, но все остальное закрытая, конечно, информация. Сейчас я тут начал вам рассказывать схемы. Пожалуйста. Спасибо. За прямоту. Еще вопрос про рекламодателей. Зовут меня Валентин. У вас кусок аудитории из Беларуси, кусок из России, кусок из Украины. А при этом, как вы бренду предлагаете заплатить, грубо говоря, белорусам за просмотр украинцев и россиян? Как вы рекламодателей делите, собственно, между этой аудиторией? Да мы не делим никак. Ну, собственно, мы эти цифры не скрываем. Мы сейчас показали, рекламодатели знают, на что идут. Для многих просто брендов интересная аудитория за рубежом. Ну, там, не знаю, компания ИСИКС, которая занимается прокатом машин, интересны те, кто к нам приедут и возьмут машину на прокат. А это зависит, собственно, от каких-то конкретных проектов. Да, ну, собственно, вот геотаргетинг мы сейчас придумаем, в том числе для того, чтобы отдельно, там, не знаю, продавать украинский раздел, отдельно белорусский, ну, то есть какие-то, или там весь сайт целиком. Зависит от конкретного разговора с конкретным рекламодателем под конкретный проект. Ну, по такой логике вам нужно и продажников в Киеве заводить. Заведем. Ну, успехов. Если у кого-то, например, еще продажник в Киеве, тоже вот Таня Коваленок, человек, который занимается как раз нашими спецпроектами, партнерствами и прочим, вот если кто-то, помните, там было про вакансию, вот если кто-то правда считает, что он продажник, у него есть опыт, или даже нет опыта, но он умеет быть убедительным, вот можете с Таней обменяться контактами, и потом мы пообщаемся, это правда сейчас одна из наших основных задач по вот укомплектованию нашей команды боевой, чтобы потом я мог абсолютно не скрывая ничего отвечать на вопросы про то, как у нас там все устроено. Есть вопросы? Чужой вопрос, хорошо. Насчет гайда по музыкальным фестивалям, будет ли он какой-то обновленный в этом году, особенно летом, и особенно по балтийским странам? Будет. Особенно летом, и особенно по балтийским странам. По странам Балтии, хорошо, что ты не сказал Прибалтика. Меня зовут Кирилл, у меня вопрос следующий. Как вы относитесь к совместным проектам с другими туристическими ресурсами именно белорусской тематики, не выездной, выездной туризм? А у вас есть какое-то конкретное предложение? Ну, возможно, появится. Я бы хотел сначала сомнение. Мы открыты, да, на самом деле, можно прилагать и можно общаться. Мы за сотрудничество и коллаборацию, наше любимое слово, но порой, правда, очень сложно найти какие-то эти точки соприкосновения. У нас есть такие партнерства, например, с Эдукация Инфо, ресурс, который занимается актуальной информацией в сфере образования, каких-то возможностей образовательных. Мы делаем совместную рубрику, например. Мы дружим с Ситидогом, как вы могли уже, наверное, заметить. Вот когда мы делали, ну, это на 3-4 МАК был такой проект Minsk Music Sessions. Вот, собственно, Ситидог эти материалы тоже у себя опубликовал, тем самым поддерживая наш проект, работая на наше общее благое дело. Подходите, поговорим. С вами. С Таней, в первую очередь. С Таней, вон там. Спасибо. Еще есть вопросы? Предложение? О, Ситидог. Вот так. А у нас досколько тут арендован? Нормально еще? Вопрос про деньги и про философию. Продолжай. Меня зовут Максим, интернет-журнал Ситидог. Хотел узнать про такое. К вам приходит клиент, который вообще не ваш. Вы будете пытаться придумать что-либо и взять, соответственно, деньги, он при этом платит хорошо или все-таки откажетесь? Ну, надо конкретные примеры, конкретную ситуацию обсуждать. Вот, например... Автозапчасти Hyundai. Великолепно. Ничего не имею против автозапчастей Hyundai. Да не знаю. На самом деле, да, конечно, есть рекламодатели. То есть, вот даже сегодня какой-то скандал был. Наверняка все ребята, которые занимаются нативной рекламой, читают телеграм-канал Ильи Красильщика из Медузы. Он как раз ведет канал про нативную рекламу. И вот там он сегодня описывал историю, что они разместили какую-то нативную рекламу какого-то финансового проекта, который оказался пирамидой, махинацией и прочим. И вот когда это стало известно, ну, они об этом публично заявили, удалили этот материал, извинились перед аудиторией, говорят, ну да, в нашей истории было три случая, когда мы рекламировали какую-то херню, но чаще всего мы вот уже на этапе первых переговоров мы отсеиваем все непонятные биодобавки, Форекс и прочее. Ну, к нам пока Форекс не приходил. Мы, похоже, разговор имели как раз с редактором Дамми, если помнишь, когда его спросили такой же вопрос, типа, а что вот Макдональдс? Вот вы такие все альтернативные, к вам придет Макдональдс, и захочет разместить у вас рекламу, и что вы сделаете? Вот такие все. Они говорят, ну да, такое было, и мы разместили рекламу, но так получилось, что в статье рядом было как бы что-то против Макдональдса, ну и все нормально было. Ну, то есть, в плане того, что разные ситуации бывают, но как бы обычно все люди умные, ну, особенно если это большая корпорация, они сами понимают, что как бы они не будут тратить деньги просто так. Если это автозапчасти, соответственно, им выгодно продаваться везде, ну, вы знаете, почему там для тех, кто продает автомобили, важно вообще в любую, ну, как бы, везде размещать рекламу, потому что они никогда не знают, где они найдут клиента. Ну, то есть, вот тоже разные бывают ситуации. Еще есть вопросы в зале? Да, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Андрей. Я, может, немного разбавлю серьезный разговор про инвестиции, деньги. Спасибо. Спрошу, ну, сколько раз в среднем в год вы сами путешествуете, вот, и какие у вас, какой у вас любимый город и почему? Ну, тут все должны ответить. После того, как запустился проект 34 Travel, я стал путешествовать намного меньше и реже, потому что, собственно, надо работать. Надо работать. Ну, бог его знает, мне все города нравятся, кроме Мадрида. Я побывал в Мадриде, мне очень не понравилось. А вообще, я встречал Новый год как-то в Бухаресте при минус 20, прекрасный город, правда, всем советую. Из последнего того, что меня, ну, я на самом деле, ну, я не бывал в Соединенных Штатах или там в Таиланде, где-то вот как бы в Сан-Себастьяне мне было очень хорошо. Вот из последних каких-то путешествий в Сан-Себастьян всем советую, особенно зимой, когда там нету туристов и пожилых французов, отдыхающих на пляжах. Кассия из Берлина вернулась два часа назад, напоминаю. Да, из Берлина у меня просто личная история, ну, один из моих любимых городов, и мне очень нравится смотреть, как он развивается, поэтому я стараюсь вот несколько раз в год, ну, хотя бы один точно побывать в Берлине, чтобы вот прослеживать уже последние лет десять и развитие, да, ну, вот с Нью-Йорком чуть-чуть получается такая же история, но начала получаться, вот я этому очень рада, потому что когда ты видишь, то есть у меня больше по урбану так скорее, да, когда я вижу, как развивается города, в какую сторону, я понимаю, что можно, в принципе, делать у нас там, очень много свежих идей появляется, и вот как бы это важно, потому что к нам все-таки приходит все чуть-чуть с запозданием, но я бы даже не сказала, что это иногда, ну, то есть иногда это играет нам на руку, как раз в том, что мы можем взять лучший опыт, и потом как-то его анализируя, сделать что-то даже круче, то есть вот как-то такое, вот, ну, Копенгаген очень люблю, вот, что еще, Штаты, конечно, нежно люблю, но вот как-то, да, вот сейчас пока как-то, вот я только вернулась оттуда, вот после выборов, там, конечно, интересно, вот, ну, как бы я стараюсь, наоборот, очень часто путешествовать, иногда неподолгу, потому что просто это вырвает и из такого привычного хода жизни и помогает просто подумать над очень многими вещами, еще очень люблю самолеты, потому что я в них не могу спать, ну, просто не засыпается, даже трансатлантические, соответственно, я очень много там, какие-то мысли появляются, в самолете их сразу записываю, ну, то есть очень, как бы выгодно, очень много книжек прочитала в это время, вот такого подвешенного. Я, к сожалению, тоже стала меньше путешествовать, но я как человек, который очень легко поддается влиянию, у меня так часто бывает, что про что мы пишем, я туда и еду. Например, вот сидит Миша Маликин, такой наш прекрасный друг редакции, он нам как-то рассказывал про то, как круто серфить. У нас вот была рубрика с МТ-банком, челлендж, то есть про активные какие-то путешествия, и я, в общем, это все начиталась, поехала серфить. Потом мы писали про полумарафон и про марафон, и я что-то начиталась, пробежала полумарафон, то есть мне вообще очень, очень легко подвергаюсь влияниям. Ну, а если говорить про любимый город, наверное, как вы могли заметить по нашему сайту, мы очень любим Берлин, вот, и я еще очень люблю Будапешт, потому что я там жила, и потому что Будапешт это совсем как Берлин, только про который еще мало кто знает, вот, поэтому не едьте туда, пожалуйста, он только мой. Ну что, давайте последний вопрос из зала, или если их много, то последних два, вообще нету, класс. Нет, один есть, хорошо, хорошо. Здравствуйте, меня зовут Кристина, вы называли время, которое пользователи проводят у вас на странице, это было, кажется, две с половиной минуты на сайте, да, средний? В 50, да, три там. Я удивилась как-то мало для журнала о путешествиях, где нужно долго читать, люди привыкли долго читать, и вы говорили о том, что там 60 тысяч знаков, это большой текст, вы не прочитаете, это уже три минуты, как читают, дочитывают ли ваши большие гайды, может быть, там повыше статистика, может, это вообще по сайту, такой вопрос. Спасибо, у тебя есть такие цифры? Нет, у меня нет цифр, но у меня есть мнение, есть такое, есть такое понятие, как среднеарифметическое, в общем, есть новости, которые состоят из двух абзацев, и есть супердлинный материал, если это складывать вместе, то получается, в общем-то, примерно эта цифра в три минуты, там чуть меньше, чуть больше, и как раз сегодня мы делали по запросу рекомендователей, я собирала статистику, у нас был недавно большой материал про то, куда поехать в 2017 году, там было, по-моему, 17 направлений, да, потому что был 17-й год, я маги цифры, как нам уже советовали, уловила. 17 плюс 17, получается. Да, 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 ну вот, легенда уже готова. Ну вот, я смотрела карту скроллингов, и оказалось, что действительно, ну, очень много там, по-моему, я не помню сколько, ну, больше половины точно дочитал до конца, то есть мне кажется, это круто, когда материал очень-очень длинный, такая колбаса. Я правда не знаю, сколько среднее просмотра вот у других сайтов, сколько у вас, если не секрет, эта цифра составляет, что просто... Чуть меньше. Чуть меньше, да? Ну вот мысли о том, что у нас еще статьи читают, а не комментарии, поэтому вот, возможно, на ней чуть меньше. Да, кстати, я, может быть, недостаточно четко обозначил свою позицию, я очень люблю статьи про трусы, на как тут жить, и каждый день читаю вандровки, и каждый день обязательно захожу на сити-док 34 раза. 3-4 раза. Спасибо, ребята, за такие полные ответы, содержательные. Последний, наверное, вопрос от меня, есть ли какая-то страна, какой-то, может быть, маленький остров или большой остров, о котором вы совершенно ничего не знаете, и о котором вы бы очень хотели написать в будущем, в ближайшем будущем? Или вы уже просто перелопачиваете такое количество информации о разных странах и городах, что вас уже вообще ничем не удивить? Наверное, Настя быстрее... Не, я недавно нашел, просто я люблю, у меня есть две странные привычки, про сидеть в метрике рассказал, но это вне контекста. Я очень люблю сидеть на сайтах типа Скайсканера, Мамондо или Авиасейлснет и искать какие-то недорогие путешествия, просто так, даже если я никуда не собираюсь, не для того, чтобы об этом написать. А второе, я иногда люблю вот по гугл-карте полазить в тех местах, где, ну, типа, не знаю, что там вообще находится, ну, типа, географию вспомнить, вот я нашел где-то в океане, даже не помню название, в общем, там был остров с названием Интервью. Остров практически не обитаем, там на одной окраине было село, где жило 10 человек, но потом там случился шторм, и те, кто уцелели, их выселили. Поэтому вот есть остров Интервью, я когда-нибудь там побываю, чтобы взять у кого-нибудь интервью. Да, мне хотелось бы сказать, что если кто-то был в каких-то крутых местах, про которые мы не писали, пишите нам обязательно. Так ничего сходу не приходит в голову, но мы всегда рады всем идеям, и достаточно часто люди ездят там в Африку, и всякие странные места потом предлагают статьи. Мы бы радостно их взяли, если бы они были хорошего качества. Я почему-то очень хочу, чтобы мы больше писали про Беларусь, потому что столько интересных мест, просто главное круто написать, чтобы все вдохновились. Ну, то есть, важно. Главное, терра инкогнито, Беларусь. Спасибо. Очень важна всегда концовка, да, красивая, акцент поставлен. Да, спасибо большое. Спасибо вам, ребята, Настя, Антон, Кася. Если у кого-то остались вопросы, я думаю, у вас еще будет возможность выловить ребят и задать их лично. Спасибо вам, что пришли. Напоминаю, что здорово будет, если вы все-таки отметитесь на нашем листочке, на регистрационной, так скажем, стойке. Ну и до встречи в следующий раз. Подписывайтесь на 34, если вы до сих пор этого не сделали по какой-то причине. Также на пресс-клуб у них тоже бывают хорошие мероприятия, полезные для вас. И до новых встреч. Хорошего вечера всем. Спасибо большое. Было, правда, очень интересно пообщаться. Спасибо. Можете подходить к нам и задавать вопросы.